Командный Кубок России по боксу был возрожден после 15-летнего перерыва в 2018 году. Это соревнование является одним из самых престижных в стране. Ежегодно в турнире принимают участие команды из 10 федеральных округов. В этом году, сразу скажу, был очень сильный командный кубок, потому что после большого перерыва абсолютно вся сборная России по боксу, им нужна боевая практика, и все приехали, каждый за свой регион, боксировать, завоевывать очки для региона и также себе боевую практику. Так что конкуренция была очень сильная. Прежде чем пройти в основную сетку турнира, команде Сибирского федерального округа предстояло выступить на предварительном этапе. Соперником наших парней стали боксеры Северо-Западного федерального округа. Карену Арутюняну, выступавшему в весовой категории до 57 килограммов, противостоял мастер спорта России из Карелии Максим Макаров. По результатам трех раундов победителем из ринга вышел Прокопьевский боксер. По ощущениям было так. Первый раунд я чувствую, что я немного выигрываю, потому что в первом раунде практически ничего не произошло с его стороны, а я делал минимум для победы в раунде. В втором раунде вышел, работаю чуть больше делал. Да, я где-то меньше на ногах двигался, для того, чтобы быть на месте, так сказать, и почаще встречать, почаще перехватывать. В третьем раунде вышел, постарался выполнить задание, в принципе, получилось. Второй день сборная СФО встретилась с командой Северокавказского федерального округа. Отбоксировав со счетом 15-15, уступила по результатам боя в супертяжелой весовой категории. Следующим соперником сибиряков стали боксеры Южного федерального округа. Здесь Карену противостоял мастер спорта Дмитрий Шиповский. Поединок прошел в равной борьбе, а местами Прокопчанин перебивал своего оппонента. Однако судьи раздельным решением отдали победу Шиповскому. Все видели бой, даже сказать нечего, не знаю, там, вариантов. Я уверен был в своей победе, спокойно боксирую, делаю свою задачу, не даю по себе бить, встречаю. В итоге двое судей отдали каждый раунд мне, трое судей отдали два раунда в ту сторону, и в итоге по разногласию судей я проиграл. Уступив со счетом 16-14, сборная СФО вылетела из дальнейшей борьбы за медали. Обладателем Кубка 2020-го стала команда Приволжского федерального округа.